Тише, тише, спей ты Только ж надо так случиться Холод, пенье, яркий свет Двадцать лет уже не спится Сны не снятся двадцать лет Пошатаюсь по квартире И сяду на кровать На том дне в огромном мире Жить, работать, умирать Быть примерным гражданином И солдатом иногда Но в окне в широком длинном Тлит узкая звезда Освещает крышу, крышу Я срежу на свет из тьмы Не так громко сердце Здесь Здесь Хозяева В России вспоминают Сергея Бодрова Его съемочную руку Которую десять лет назад Трагически погибли в Хармадонском ущелье Их погребла под собой гигантская лавина Которая смела все на своем пути В общей сложности более ста человек Остались там навсегда В этот день, десятилетия спустя В то самое место Приехали их родственники и друзья Сегодня все они собрались в Осетии Чтобы вновь приехать на место Своей последней надежды Три часа по горным перевалам В объезд разрушенной ледником дороги Чтобы положить светы к памятнику Без вести пропавшим Ровно десять лет назад А утром здесь, в Хармадонском ущелье Сергей Бодров должен был снимать Первую сцену своего нового фильма Связной Но в самый последний момент Съемки перенесли на вторую половину дня Это решило судьбу Сергея И всей его съемочной группы Вот таким Хармадонском ущелье было нас Когда это уже случилось Отец уехал на эту свою последнюю смену Это было уже восемнадцать лет назад Мне десять Я как-то привык к тому Что все родственники Все друзья семьи Говорили мне одну и ту же фразу У меня было уже девять лет Они говорили, что все Ты теперь за старшего в семье Ты там вместо отца должен быть Я как-то свыкся с этой мыслью Потому что даже мама Когда с работы приходила Она не говорила Ну что, как, братья Она говорила Что, как, дети И в общем я как-то долго жил с этой мыслью И когда вдруг мне пришло в голову Я сейчас понимаю Что, скорее всего, мама Как-то грамотно вложила эту мысль в голову Но я тогда думал Что я сам догадался до этого Что раз я теперь взрослый То мне не надо врать Я могу говорить все как есть Правду и так далее Но Когда начал курить Я почему-то забыл про это обещание Самому себе И решил, что Не обязательно прям все рассказывать Об этом знал мой брат И когда мы сидели как-то с ним в комнате Делать было нечего И у нас такая семейная развлекуха Типа Давай на руках поборемся Да, давай И вот мы что-то Он тянет Он и сейчас здорово в лоб проигрывает А тогда маленький был Вообще легко Я так покряхтел Я выиграл Вот так меня хватает за руку Такой мнет Я смотрю у него слезы на глаза Я говорю Ты чего не ноешь Спокойся Первый раз что ли проиграл Что с тобой Он так Он не хочет, чтобы мама заметила Мне тихо Говорит Батик, пожалуйста Не кури никогда больше Я до сих пор себя ненавижу За фразу Типа Да почему Надо долго ишь сразу говорить Да, хорошо Хорошо А мама увидела Что-то с ним не то Говорит Что случилось Что случилось Что случилось Я Ну решил ей рассказать Я говорю Ну в общем я курю Ну в смысле говорю Курю Сейчас все С этой секунды Больше не курю И к вопросу Что Женя всегда В начале спектакля Говорит Что трудно себя Характеризовать фразой Хороший сын Мама посмотрела И говорит Я рассчитывал на тебя Но Подвел Кавычки Осталось 10 секунд Ну я к тому Что Наверное Много подводил Но с тех пор Больше не курю Ладно Аплодисменты Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому